Капитально ремонтировать жилой фонд Сургута начнут уже в этом году. Заместитель начальника департамента городского хозяйства Константин Карпеткин заявил, что в 2015-м конструктивно изменится 58 домов. На их капитальный ремонт потратят больше 500 миллионов рублей. Это в основном строение по проспекту Набережной, улицам энергетиков, энтузиастов, республики, несколько объектов в железнодорожном районе. Средства должны поступить от собственников многоквартирных домов. На сегодняшний день собираемость взносов составляет всего 36%. Правда, власти надеются на сознание горожан, тем более, что платить за капремонт все равно придется. Да, у нас-то 1 марта югорский оператор объявил мораторий на введение претензионной судебной работы с неплательщиками. То есть был введен мораторий, но начнется такая работа. В 2016-м запланировано отремонтировать 43 дома. Еще через год 32. К слову, сургутяне могут воспользоваться программой актуализации. Для удобства она применяется два раза в год. Это значит, что собственники могут принять решение изменить либо сроки проведения капремонта, либо перечень работ. Причем сделать это довольно просто. Граждане думают, что для этого нужно какое-то собрание провести или что-то еще нет. Тут не надо проводить никаких собраний, собственников, для того, чтобы поменять сроки в программе, чтобы ее актуализировать. Здесь необходимы в любом случае самые основные критерии. Это у нас техническое состояние дома и наличие предписаний органов ВОЗЖИУ надзора. Продолжение следует...